А кто-то сделал математику. Я! Побежали скорее, пока нас не спалили. Раз, два, три! Ма, ма, мы, ла... Три! Ха-ха, ты снова проиграл, подставляй лоб. Ой, я все маме расскажу! Нет, пожалуйста, ну не рассказывай маме, а то меня учительница опять ругать будет. Ура! Если не расскажешь. Если Сава не расскажет, то я расскажу. Ты, Верли, это я, беда. Это не со школы. Я специально раньше легла спать, чтобы прийти в любимую школу. А кто-то сделал математику. Я! Макс, а как ты мог мне сделать домашнее задание? Ну я просто не успел. Дайте, пожалуйста, списать. А вот и не дам. Нужно было самому делать. Жадина ты, Сава. Настоящая жадина. Ой, ребята, осталось только две минуты до урока. А мы еще даже не подготовились. Давайте быстрее готовиться. Как же меня задолбала эта школа. У меня вообще-то вместо этой школы есть дела поважнее. Знаем мы твои важные дела. Поспать и сериалы посмотреть. Девочки, дайте поспать. Еще один ужасный день. Привет всем. Макс, а ты чему в пижаме приперся? А я проспал и забыл приодеться. А где хотя бы твой рюкзак? А для чего они вообще старшеклассникам нужны? Блин, я косметичку вместо блокнота взяла. Сава, отложи листик. У меня, у самого нет. А какой у нас вообще первый урок? Искусство. Нет, только не искусство. Так может мы тогда этот урок прогуляем? А что, можем сходить все вместе в кафе? А потом сходим на вечеринку. Ну тогда чего вы расселись? Побежали скорее, пока нас не спалили. Стоять! Ева, я так рада, что твоя мама разрешила прийти к тебе в гости. Только недолго, а то она ругаться будет. А давайте поиграем в куклы. Отличная идея. Моя кукла самая красивая. Нет, моя. Мне ее родители подарили. Ой, б-б-б. А моя кукла даже разговаривать умеет. Аня, не выдумывай. Мы тебе не верим. Да, не верим. Можете спросить у моей мамы. Все, мы с тобой больше не дружим. Ну и пожалуйста, я на вас обиделась. Мы все равно тебя не слышим. Ла-б-ла-б-ла-б. Не слышим. Ну девочки. Не слышим. Ла-ла-ла. Тогда дай мне овец, а дай мне браслет, который я тебе дарила. Ну и пожалуйста, все равно он некрасивый. Вот такая ты, значит, подружка. Плакса. Ну пусть и уходит. А может в догонялки поиграем? Давай, только черты догоняем. Телефиль. Ай, тут так больно. Ого, моя фотка в инсте набрала аж 200 лайков. Вау, поздравляю. Подумаешь, у меня всегда минимум 500. Может все-таки пообщаемся? Зачем? И так нормально. О, давайте транс тикток снимем. Не, я лучше пойду еды поищу. Может быть я что-то приготовлю? Не надо, я сама. Виолетта достала уже. Ага, постоянно приходит ко мне домой, чтобы поесть. И всегда таскает мои вещи. Я уже устала делать вещи, что мне с ней интересно. Тихо, идем. Вообще-то это я себе на вечер купила. Так уже вечер, значит время все это съесть. Надо выбрать самую лучшую одежду, чтобы пойти погулять. Тебе помочь? Нет, я сейчас послушаю, что мне мама приготовила. Давай, а я пока этой крутой тачкой погоняю. Так, дрюки есть. Рубашка есть. А теперь это все нужно обязательно погладить. А ты будешь одевать бабочку или нет? Конечно, буду. Или лучше галстук. Я думаю, что нарядней будет в бабочке. Ну ладно. Кстати, а где ты такую машину взял? Не скажу. А то ты себе такую не купишь. Блин, опять проспал. Ты чего меня не разбудил? А, я забыл. Сори. Так, а чего ты роешься в моем шкафу? Шмотки себе и выбираю. Кстати, как тебе? Так, походу все нормальные шмотки у тебя. Надо пораньше вставать. А что мне тогда одеть? А чем тебе не нравится футболка, в которую ты сейчас одет? Ну да. Только надо кое-что исправить. Ну все, пошли. Ева, я тебе здесь кое-что приготовил. А что именно? Это тебе. Ты такой романтичный. Так, а что вы тут такое делаете? Ничего. Савва, я сейчас вернусь. Ну что там? Рассказывай. Савва мне в любви признался. Что? Савва тебе в любви признался? А ты? Ева, это же тебе еще свадебное платье надо купить. Не переживай, я уже выбрала. Вот так подходите друг к другу. Такие милашки. Ладно, тихо, я пошла. Давай, удачи. Только ты никому не рассказывай. Хорошо? Конечно, не расскажу. Ну ты что? Я тебе забыл еще кое-что подарить. Еще один подарок? Да, я хочу тебе подарить этого плюшевого кролика. Плюшевый кролик. Савва, ты такой добрый. А можно я тебя за руку немного подержу? Хорошо, только так, чтобы никто не видел. Так, надо быстро пойти и рассказать все Виолете. Виолета, стой, я тебе сейчас такое расскажу. Савва влюбился в Ему. Надо пойти всей школе рассказать. Макс, такой крутой. И чем же он такой крутой? Он мне вчера два поста пролайкал. Такой романтик. Савва, смотри и учись. И еще такая красивая девушка сидит, скучает. Ой, кажется, я влюбляюсь. А я вообще-то тоже сижу скучаю. Вот это Макс, конечно, дает. Ну а что, я не вроде и двоих девушек. Ты такой сильный. И одеваешься стильно. Погоди, Макс, ты ведь вчера к Еве подкатывал. Она меня отшила, но ничего, она еще пожалеет о своем решении. Подожди, значит, я не особенная? И я, значит, тоже? Девочки, вы все не так поняли. Макс, прости, я не хотел. Ну иди к своей девочке. А мы найдем того, кто нас будет по-настоящему ценить. Удачи. Эй. Совсем обнаглели. Мастер-класс, так мастер-класс. Интересно, что мне мама на обед сегодня приготовила? Ого, у меня яблоко. А я свой обед дома забыла. А у меня бутерброды. Ах, как кушать хочется. Ань, а хочешь, я с тобой поделюсь. И мои бутерброды тоже можешь забрать. Спасибо, подружки, что бы я без вас сделала. Всегда пожалуйста. А бутерброды очень вкусные, потому что их приготовила моя мама. Ах, а пахнет-то как. Так, а мы что сегодня без десерта? Ах, а я не могу без лодка. Помогу делать. Не переживайте, девочки. На этот случай я все подготовила. Вот. Ух ты, я такую пачку каждый вечер съедаю. А у меня еще кое-что есть. Орешки, сухарики. Но ведь нам такое нельзя есть. Ну а вдруг нам животы разболятся. Не хотите как хотите. Нет, нет, не прячь. Но ведь чуть-чуть можно съесть. Только не говорите об этом своим родителям. А то все получим. Да мы ведь немного сидим. Поэтому можно. Вот это я наелась. Прикиньте, мне сегодня мама в школу заставила обед взять. Она тебе до сих пор готовит. Ну и где же он? Действительно. Не хватало мне еще ланчбоксы в школу носить. Хорошо, что я перед школой зашла в магазин и купила себе что-то нормальное. Блин, а у меня где-то батончик завалялся. Блин, а у меня с собой совсем ничего нет. Виолетта, чипсы будешь? Нет, спасибо. Я на диете. Вечно ты на них сидишь? Аня, а поделись батончиком. Ага, сейчас. Тут даже мне не хватит. Как же все аппетитно выглядит. Аня, тебе жалко акламать что ли? Не, вот только не начинай. Ммм, какие же они вкусные. Эмм, что ты делаешь? Представляешь, что я их ем. Фух, выпустила. На. Ева, что случилось? Почему ты плачешь? У меня на носу выскочил огромный прыщ. И ты из-за этого расплакалась? Плакалась. Да, потому что теперь, чтобы никто не будет дружить. Давай я тебе слезы вытру. Спасибо. Ты даже с этим прыщиком самая красивая. И самая добрая. Вы правда так считаете? Конечно считаем. Только не вздумай этой косметикой пользоваться. Еще лицо себе испортишь. Тем более, она тебе совсем не нужна. Вы мне не врете. Ни в коем случае. А теперь пошли в кафе. Мы тебе что-то купим, чтобы ты не плакала. У меня самые добрые наклассники. Ой, Ева, и ты здесь? Опять фотки фотошопишь? Что? Я вообще-то таким не занимаюсь. Ага, конечно. Хочешь все свои недостатки скрыть. Вообще-то у меня их нет. А ну-ка, отдай смотри на телефон. Макс, смотри. Она реально фотошопит. Да кто вам вообще позволял трогать мой телефон? Не ваше дело. Так она это еще и неудачно делает. Смотри, вся кожа в пятнах. Молчи лучше. Да не парься ты, мы никому об этом не расскажем. Ну, почти никому. А мне скрывать нечего. Я бы на твоем месте лучше бы косметикой пользовался. Чтобы прыщей меньше видно было. А то их у тебя в последнее время что-то много стало. Да ну вас. Так круто, что нас Виолетта позвала на свой день рождения. Там, наверное, столько еды будет. А еще батут и конкурсы. Наконец-то я смогу всем показать, что прыгаю выше всех. Только я не знаю, что подарить Виолетте. Я тоже. Но я считаю лучший подарок. Это тот подарок, который сделан своими руками. Блин. А мне придется что-то выбрать из своих игрушек. Ну что, выбрал? Ну как я могу с какой-то из них попрощаться? Я же их всех люблю. А ты выбери ту, которая тебе меньше всего нравится. Эту точно нет. Эту нет. Эту точно нет. Прости, панда. Ну а нам с тобой придется попрощаться. Слава, не переживай. С ней все будет хорошо. Я за тобой буду очень сильно спичать. Панда Виолетте точно понравится. Она будет о нем заботиться. Надеюсь. Это будет лучшая тусовка года. Это точно. Я уже даже подарки выбрал. А ты что, больше не сколько дарить? Просто я не собираюсь позориться с одним подарком. Покажи хоть что-то там приготовил. Новый телефон, наушники, часы. Думаю, она ценит. Когда она увидит, что я ее приготовил, она забудет о твоих дешевых подарках. А я ей подарю самый дорогой ноутбук. Ну и посмотрим, чей она подарок оценит. А я в себе и не сомневаюсь, как и в своих подарках. Может, все-таки потанцуем? Я точно первая не пойду. А чего вы на меня так смотрите? Я точно первой не буду. А я не привыкла перед всеми танцевать. А мне сидеть нормально. Может, тогда все вместе потанцуем? Ну, идем. А что, мне нравится? Ага, типа того. Я все-таки, наверное, посижу. Я тоже что-то устала. А мне домой уже пора. Мне уже мама звонила. Пока, ребята. Виолетта, подожди меня. Эй, вы куда? Подождите меня. Ну, ладно. Все равно мы круто повеселились. Правда? Конечно. Передашь маме, что мне вечеринка, ну, очень понравилась. Я тогда пойду. Ладно. Пока. Пока. Вот это дискотека была. А теперь светомузыка. Это самая офигенная тусовка в моей жизни. Ева, а твоя мама точно не узнала, что ты здесь тусовок устроила? Нет, она домой просто вернется. Мам, дай мне нормально потанцевать. Не мешай. Фух, я уже устала. Хочу присесть. Какой недель тусовка? Става в разгаре. Быстро выйдешь в списке в воздуху. Мне мама звонит. Так, все, тихо. Алло, мам, привет. Походу, все сейчас по домам разведутся. Да, мам, я дома, все хорошо. А зачем ты спрашиваешь? Пойду вещи, что ли, собирать. Ага, понятно. Пока. Ребята, у меня для вас важная новость. Да можешь и не говорить. Мы и так все поняли. В общем. Тусовка, продолжай уходить. РАС 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 Субтитры подогнал «Симон»